МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных событиях. Когда планируют открыть долгожданный съезд с Владарского шоссе на трассу А-105? Жители наших микрорайонов и все, едущие по Владарскому шоссе, будут напрямую выскакивать уже, минуя каширку, сразу на аэропортовку. Ипотерапию для детей с ограниченными возможностями здоровья начали проводить в конно-спортивном комплексе Орлова. Упражнения подбираются индивидуально каждому ребенку. То есть мы делаем разминку. Журналисты Видного ТВ посетили мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» и пообщались с исполнителями главных ролей. Новые аранжировки, они по душе пришлись, как и старшему поколению, те, кто слышал эти песни давным-давно, и молодому поколению, которые только что пришли. К завершению подходит очередной этап масштабной реконструкции Каширского шоссе. В мае строители планируют открыть для движения съезд с Володарского шоссе на трассу А-105, что значительно разгрузит поток автомобилей. Ход работ проверил председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко. О результатах расскажет Юлия Погосян. Пересечение Володарского и Каширского шоссе в реконструкции нуждалось давно. Молоковское направление активно застраивается, количество людей и машин увеличивается. Существующих дорог уже не хватало. Сегодня на участке ведутся масштабные работы. Количество полос на участке от микрорайона пригород Лесное до пересечения с Каширским шоссе уже увеличено до четырех. И по запросу жителей идет строительство съезда на трассу А-105. Жители наших микрорайонов и все едущие по Володарскому шоссе будут напрямую выскакивать уже минуя Каширку сразу на аэропортовку. Но в дальнейшем я бы подчеркнул, здесь еще этот проект будет параллельно реализовываться. Здесь три масштабные развязки. Они огромные, лепестковые так называемые. И сама реконструкция Каширского шоссе, она касается территориальности, начиная от совхоза имени Ленина и заканчивая въездом в город Видное и Белокаменное шоссе. Реконструкция Каширки запланирована на 2026-й, ну а съезд предполагается сдать в мае этого года. Строительство находится под контролем главы округа Алексея Спаскова и председателя Совета депутатов Станислава Радченко. У представителей подрядной организации все готово к финальной фазе работ. На сегодняшний день на строительстве съезда работает 18 техники, 37 рабочих. Работаем в круглосуточном режиме для того, чтобы успеть в мае завершить все работы. Протяженность всего съезда с переходной скоростной полосой составляет 1050 метров. Съезд будет сделан, что называется, под ключ, с освещением, отбойниками и благоустройством прилегающей территории. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Сегодня мы пригласили в студию заместителя руководителя межрайонной ФНС России номер 14 по Московской области Дмитрия Иноземцева, чтобы пообщаться на тему декларационной кампании 2023 года. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Добрый день. Расскажите, насколько успешно или, может быть, неуспешно проходит кампания. Кампания проходит у нас планово. Она уже подходит к своему завершению. На сегодняшний день я хотел бы всем налогоплательщикам напомнить, что крайний срок подачи декларации 3 НДФЛ, это по доходам на доходы физических лиц, истекает у нас 2 мая. Оплата, если у вас существует задолженность на численные налоги, еще не задолженность, на численные налоги, до 17 июня этого года. Кто обязан подавать данные декларации? Несколько случаев всего есть. Это первое, если налоговый агент, где вы имели доход, самостоятельно не удержал у вас положенные налоги на доходы физических лиц и не уведомил об этом налоговый орган, в этом случае вы данный доход должны сами отразить. Это часто бывает в тех случаях, когда доход получается в натуральной форме налогоплательщикам. Если налоговый агент ваши налоги не удержал, но нас проинформировал, то налогоплательщик получит от налоговой инспекции уведомление, которое необходимо будет оплатить до конца декабря месяца. Если у вас были договоры, связанные с гражданской правовой договорой, или с лицом, который не является налоговым агентом, то данные доходы тоже нужно отразить в своей налоговой декларации. Также очень важный момент – доходы от продажи имущества. Это основной вопрос, который возникает у налогоплательщиков. Я напоминаю, что у нас данная декларация предоставляется только по тому имуществу, которым вы владели менее пяти лет. В случае дарения – это три года от близких родственников. При этом я хочу обратить обязательно внимание налогоплательщиков на то, что необходимо обязательно представить документы, которые подтверждают ваши расходы на приобретение этого имущества, что позволит вам снизить налоговую базу и заплатить налоги именно в установленном порядке. Обращаю внимание, что данные документы подаются через личный кабинет. Сканированная форма должна быть качественной, чтобы налоговые инспектора могли проверить эти документы, чтобы их было легко прочитать. Также у нас, соответственно, это транспорт. Если вы владели машиной менее трех лет, то тоже обязаны задекларировать доходы от ее продажи и точно так же предоставить материалы, обосновывающие расходы на покупку данного автомобиля. Также декларировать свои доходы должны люди, которые получают их из-за рубежа. выигрыши от казино, онлайн, ставки от 4 до 15 тысяч рублей. То есть до 4 тысяч налогом выигрыш не облагается. И свыше 15 тысяч за вас, с вас удерживает налог, налоговый агент в лице букмекерской конторы или иного организатора азартных игр. Если вы получили от физического лица дар, это лицо не является вашим близким родственником, не является индивидуальным предпринимателем. Если вы получили в дар недвижимость, машину, акции, доли, паи, цифровые финансовые активы, то это тоже необходимо указать обязательно в свои налоговые декларации. Еще раз напомню, крайний срок подачи налоговой декларации не позднее 2 мая. Это очень важно для всех. Подавать декларации я очень прошу всех налогоплательщиков через личный кабинет. Это более удобно. Не нужно лично посещать налоговый орган. Если у вас нет личного кабинета, прошу всех обязательно его зарегистрировать. Для этого, к сожалению, нужно один раз налоговый орган посетить, но это занимает не более 10 минут, как правило. Еще небольшой вопрос, который касается контролируемых иностранных компаний. Напоминаю, что все лица, которые контролируют иностранные компании, контролирующие лица, обязаны подать налоговый орган, физические лица, обязаны подать налоговый орган уведомления до 4 мая. Обращаю внимание на это. Международный обмен фискальной информацией у нас осуществляется. Налоговая служба владеет информацией. К сожалению, штрафы там достаточно серьезные, 500 тысяч рублей за непредоставление данного уведомления. Поэтому прошу налогоплательщиков к этому отнестись крайне серьезно. Предоставить всю информацию необходимую в виде уведомления и, соответственно, отразить свои прибыли или убытки по доходам от иностранных компаний, в которые они являются контролирующими лицами. Но вот сейчас, по прошествии определенного времени, уже можно подвести какие-то, может быть, предварительные итоги этой компании? Вы знаете, у нас прекрасные налогоплательщики, в основном дисциплинированные. Основных проблем каких-то таких экстраординарных нет. То есть мы не видим никаких изменений в худшую сторону по сравнению с декларационной компанией 2022 или 2021 года. Единственное, еще хотел бы обратить внимание налогоплательщиков, те, которые планируют получить налоговый вычет и не заявляют доходы в рамках декларации 3НДФЛ. Этот налоговый вычет можно получить в любое время, не обязательно предоставлять нам эту налоговую декларацию по форме 3НДФЛ до 2 мая. Это можно сделать в любое время года. Это не влияет на выплаты. Вы также получите установленный законом срок, причитающиеся вам налоговые вычеты, о которых, возможно, мы как-нибудь отдельно поговорим. Я поподробнее хотел бы рассказать налогоплательщикам, как удобнее и быстрее налоговые вычеты получить, установленные законом. Я полагаю, действительно, в ближайшее время мы, наверное, проведем прямой эфир, где сможем действительно очень подробно рассказать людям о том, что как организовать, что как оформить, что как подать. Я думаю, это вызовет большой интерес. Я был бы очень рад. Конечно. Ну и сегодня спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что у нас в гостях был заместитель руководителя межрайонной ФНС России номер 14 по Московской области Дмитрий Иноземцев. К другим новостям. В школе верховой езды «Спирит», которая базируется в конно-спортивном комплексе Орлова, начали проводить ипотерапию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Исследования показали, что такие занятия благотворно сказываются на здоровье пациентов с различными диагнозами. Хватайся. Оп. Все. Вот так. Юный наездник Алексей Каргин пока еще только учится держаться в седле. Но эти занятия не для того, чтобы участвовать в скачках. Алексей посещает сеанс ипотерапии. Ипотерапия является одним из вариантов кинезиотерапии. То есть это вариант физической активности, который направлен на формирование общей моторной координации, развитие межполушарного взаимодействия, развитие баланса между движениями всех частей тела. То есть это разновидность такого варианта физкультуры для детей. Занятие длится около 40 минут, и в него входит не только верховая езда, но и различные упражнения. Ипотерапия применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и многими другими нарушениями, такими как аутизм, церебральный паралич, поведенческие и психические расстройства. Ипотерапия – одно из самых успешных процессов реабилитации для ребят с ограниченными возможностями. В основном это от того, что все занятия проходят в игровой форме, и ребенок практически не ощущает себя в каком-то лечебном учреждении, на какой-то внести выездной реабилитации, куда они постоянно систематически ездят. Мы решили предложить Центру Домодедовский поучаствовать в такой программе, поскольку у нас появилась такая возможность. Количество занятий для конкретного ребенка, их продолжительность и интенсивность определяют нейропсихолог и инструктор по ипотерапии. Упражнения подбираются индивидуально каждому ребенку, то есть мы делаем разминку, суставная гимнастика, упражнения для позвоночника, упражнения на баланс, на равновесие, на взаимодействие, на коммуникацию. Глядя, как уверенно держится в седле Алексей, как четко выполняет указания инструктора и не скажет, что наездником он стал совсем недавно. Расскажи, сколько раз ты катаешься на коне и не страшно ли тебе было первый раз? В первый раз немножечко и два раза всего лишь. Это второй. Ну, как тебе ощущения дальше? Планируешь по жизни вот с конями общаться? Да, мне очень нравится на них. Проведение сеансов ипотерапии – одна из социальных программ, в которой участвует школа верховой езды. Мы поддерживаем детей ЛНР, ДНР. Мы проводим для них бесплатные экскурсии, чтобы дети получили, во-первых, эмоции, потому что общение с лошадью – это в первую очередь положительные эмоции. Мы рассказываем, как устроена конюшня, рассказываем про психологию лошадей, они их кормят, общаются, катаются, то есть мы активно принимаем детишек, чтобы снизить стресс, минимизировать их. Сеансы ипотерапии на базе школы Ворлова начали проводить совсем недавно, но уже сейчас видны первые положительные результаты. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Песни ленинградского бит-квартета «Секрет» в 80-е пела вся страна. Спустя 40 лет советские хиты зазвучали по-новому благодаря создателям мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». За полгода музыкальную историю посмотрели более 300 тысяч человек, а недавно в рамках региональных дней театра Московского дворца молодежи на просмотр постановки пригласили журналистов нашей телекомпании, после чего у них была возможность пообщаться с исполнителями главных ролей. Татьяна Брылова продолжит. Пока этот зал пуст, но совсем скоро здесь соберутся зрители одни, чтобы вспомнить свою молодость, а другие, чтобы понять, чем жили их родители. Вот уже полгода на сцене Московского дворца молодежи идет мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Действия разворачиваются в середине 80-х. Это время перемен, когда улицы наполнялись неформальной молодежью, а на сценах начал звучать рок. В основу спектакля легло 20 хитов легендарной группы «Секрет». Многие артисты, задействованные в мюзиклы, родились уже позже. Атмосферу тех лет им помогли передать рассказы родителей просмотренные фильмы. Далекие 80-е очень понравились молодым актерам. Бунтарством, я думаю. Вот в этой ограниченности, в какой-то, в рамках этих как будто бы больше возможностей бунтовать было. Самовыражаться, свобода воли, полет фантазии. Все в новинку, все новое. Исполнитель роли профессора Владимир Кисаров, наверное, один из немногих, кто помнит 80-е и слушал в то время песни квартета. Я, конечно, слушал в сознательном возрасте, да. Но это было так давно, ведь группе, сколько, напомните мне, 40 лет. 40 лет, да, исполняется в этом году, вот буквально через несколько дней. Прекрасно то, что вот в нашем проекте соединили как раз Дмитрий Богачев, наш генеральный продюсер. Он, благодаря своей идее и тому, что Евгений Загод, наш музыкальный руководитель, придумал новые аранжировки, они по душе пришлись, как и старшему поколению, те, кто слышал эти песни давным-давно, и молодому поколению, которые только что пришли, они услышали песни в новом формате, или, может быть, для них это вообще премьера была песня. Звезда мюзиклов Анастасия Стоцкая играет сразу в двух из трех составов. После спектакля она тоже рассказала о том, как попала в этот проект и о своих ролях. Каждый раз я прихожу на кастинг, как и все остальные с номерком. Все думают, что меня зовут и уговаривают. Я так же, как и все артисты, которые играют в этом спектакле, прохожу кастинг. Но мне всегда попадаются роли на сопротивление, на самом деле. Я могу производить впечатление человека очень такого уверенного, может быть, какого-то. А на самом деле я очень скромная, очень застенчивая, очень молчаливая в жизни. А роли достаются всегда таких очень громких, ярких, уверенных барышень. Журналисты «Видное ТВ» оказались в числе гостей, приглашенных на постановку. После окончания они не только смогли пообщаться с исполнителями главных ролей, но и окунуться в закулисную жизнь театра. Торт из квартиры в Бобровах на самом деле скрывает портвейн тресемерки. Не все видят этот момент, когда Кристина поднимает торт. Но на самом деле там вот такая вот прекрасная заначка от родителей. Декорации мюзикла впечатляют. Хотя бы взять их высоту. Вот по этим лесенкам артисты бегают туда и обратно в течение всего спектакля, поднимаясь до четвертого этажа. Трехчасовой спектакль с антрактом смотрится на одном дыхании. Главная задача его создателей, чтобы зрители уходили после него немного счастливее, выполнена. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова